Пассажиров на следующей станции будет производиться в вагонах 1, 3. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что посадка-высадка пассажиров на следующей станции будет производиться в вагонах 1, 3, 5. Дорогие пассажиры, пожалуйста, что в следующей станции вы сможете перебарить и перебарить из карриджа 1, 3, 5. Время сейчас полдвенадцатого дня и я уже на вокзале в Адлере. Вокзал Адлера, кстати, выглядит как, в принципе, все новые современные вокзалы. Везде эскалаторы, огромное пространство, турникеты, несколько этажей. У меня вылет в Москву в 15.25, соответственно, время еще есть. Добираться отсюда до аэропорта довольно-таки быстро, ну и плюс здесь предлагают такси-такси за 200 рублей. Сразу набирают несколько человек, сажают в машину и быстренько едут, возвращаются они назад. Здесь, прямо напротив этого ЖД вокзала, естественно, есть пляж. Поэтому пока что у меня есть время, я хочу прогуляться именно на пляж, поближе к морю. Сегодня тепло, сегодня плюс 18, поэтому грех будет не попасть на море в самый последний день нахождения в Сочи. Давайте сразу покажу вам, как выглядит этот ЖД вокзал. В форме такого гребня волны, как мне кажется. И здесь, ровно напротив, есть вот такая вот набережная. Вон там, вот видите, лесенка. Это получается, что можно пройти по этой лесенке и попасть напрямую на пляж. Так, сейчас мы подойдем, посмотрим. Было, кстати, утром солнце, сейчас уже стало пасмурно, но все равно прикольно так. Люди, кстати, когда я на поезде ехал, они купались. Но здесь, сами понимаете, Адлер город, здесь особо купаться, наверное, никто не будет. Здесь просто люди сидят, смотрят. Вон рыбу ловят. Рыбаков здесь вообще полно. Здесь рыбаки, там были рыбаки, везде по дороге были рыбаки. Голуби. Собаки вон лежат какие-то тоже. В принципе, и здесь есть люди, которые купаются. Может быть, конечно, это просто те люди, которые, не знаю, приехали сюда и решили все-таки окунуться, либо просто посмотрите, люди в куртках здесь стоят, да, некоторые, а некоторые просто купаются. Контраст такой. Здесь очень хорошо видны самолеты, которые вылетают из аэропорта города Сочи. И вот сейчас полетел не такой большой самолет, а до этого я не успел заснять, вылетел просто огромный. Прямо здесь над головой пролетел. Прикольные домики. Пальмы внутри у людей. Улица Ленина, даже по-английски написано Ленина стрит. Это, конечно же, все вестевые дома, это не прямо здесь один человек живет. Но территория очень красиво сделана. Это у нас какой-то ядовито-зеленый, кислотный такой вот цвет дома. Там все в глаза очень сильно бросается. Что-то я пошел гулять по городу, по пляжной линии, по набережной. И все-таки понял, что до аэропорта-то осталось тут всего там 2,5-3 километра. Заодно и прогуляюсь, наверное, пройдусь все-таки пешком. Интересно посмотреть, как здесь люди живут. Ну и вообще погода хорошая. Пройтись можно, тем более в Москве сегодня дождь. А здесь хорошо, дождя нет. Здесь я почему-то постоянно встречаю евангелистов. То есть везде какой-то дом молитвы, евангелии, там евангелистский дом. То есть прям поголовно, не знаю. Не только здесь, в Сочи тоже. Очень это прям распространено. Очень похоже, что это растет хурма. Прям очень сильно напоминает хурму. Ну да, 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 это хурма. А это какой-то заброшенный чей-то замок. У которого крыша даже из черепицы. Причем не из металла черепицы, а из керамической черепицы. Давайте я вам сразу покажу, сколько стоит бензин на Роснефти в Адлере. В принципе, что в Адлере, что в Сочи. Я думаю, в Роснефти одинаковая цена будет бензина. Сейчас на табло появится информация. Вот вы можете увидеть 95-й, 60 рублей. 95-й пульсар, 61,50. 92-й, 54,45. Так из-за деревьев не получается снять взлет. При въезде на территорию аэропорта есть вот такой указатель, где написана информация по платной парковке. Смотрите, режим работает круглосуточно и тарифы на услуги платной парковки на привокзальной площади. Первые 15 минут без оплаты. Каждый час 350. А если суточная парковка, то точно так же. Первые 15 минут бесплатно. Ну а далее уже, смотрите, 250, 250, 1200 и так далее. То есть цены приблизительно как в Москве. А вот это машина такси Максим из Белгородской области. Видите, 31 регион поехал. Отсюда уже совсем недолго осталось идти до самого терминала аэропорта. Вот видите, написано с синенькими буквами Сочи, Сочи. А здесь слева РЖД. Это как раз переход к ласточке и тому подобным электричкам. Ну что, добрался я уже до аэропорта. Можно уже заходить, регистрироваться на рейс. И хотел показать вот здесь вот напротив. Смотрите, такая церковь очень интересная. У нее мало того, что золотые купола, так еще и сама по себе она такая вот золотистая. И вот эта вот крыша, которая по бокам сделана, да, она тоже из золотистых листов. То есть красиво, красиво выглядит, как будто вся сделана из золота. Такое чувство, что это магазин рыжего из Иванушек. А может быть так и есть. Теплый дождь покаплю, тихо-тихо таять в земле. А я все так же, как тогда, опять лечу к тебе. Сквозь время слепо веря в воду двух сердец, Что в небе крыльями написал влюбленный юнец. А жизнь все такая же громкого света. И эта песня еще до конца не допета. У тех, кто были детьми, теперь свои дети. Но опять у всех мурашки на этом моменте. Всем привет. Угадайте, где я сейчас нахожусь. Нахожусь я сейчас в дилерском центре Exit. Это у нас сервис У на Симферопольском шоссе. И приехал я сюда, чтобы поменять резину с лета на зиму. Дело в том, что у нас уже несколько дней очень холодно. Там порядка нуля градусов днем. И ночью там мороз до минус двух, минус пяти градусов доходит. Но сегодня шел небольшой снежок уже утром. И видно, что дороги немножко подмерзшие. Сейчас на улице 0 плюс 1. Записывался сюда две недели назад. Именно две недели назад мне сказали, что запись идет практически с ноября. Потому что весь октябрь уже занят. И сюда приехал к 11.30. Сейчас мы посмотрим, сколько времени займет здесь переобувка. Сколько это будет стоить. И сколько будет стоить хранение зимней резины до следующего лета. Ну что, ребят. Все закончилось. Заплатил я 5000 рублей за хранение сезонное. И 3800 за шиномонтаж. Естественно, все это дело обошлось бы дешевле, если бы еще в этой сумме сидело техническое обслуживание. Но техническое обслуживание я прошел еще месяц назад. Даже, наверное, полтора месяца назад. В другом салоне, салон Нижегородец, там было дешевле раза, наверное, в полтора точно, чем здесь. Но ничего страшного на самом деле, потому что цена более-менее нормальная. Я имею в виду хранение. Хранить, конечно, можно и в кладовке, но кладовку нужно купить, либо снять. А снять кладовку у нас это те же самые 5-6 тысяч рублей в месяц. А здесь ты 5000 платишь условно за 7 месяцев. Ну и плюс еще, что машину полностью помыли и снаружи, и внутри. А это где-то 1000 с чем-то, 1200-1300 стоит у нас на нашей мойке. Если мыть здесь, то здесь мойка, естественно, бесплатная, потому что ты здесь получаешь дополнительную услугу. У нас сегодня уже наступил вечер. Вечер воскресенья, это 3 ноября. И я еду в клинику, которая называется ЛИК. ЛИК-стоматология. Находится она на Тверской. Дело в том, что у нас очень интересный такой ДМС. И для стоматологических целей определены там только лишь несколько клиник. И они все почему-то вокруг Красной площади. Ну, не суть как бы. Я ездил туда неделю назад. Мне починили один зуб, там был кариес небольшой. И сейчас я еду уже на чистку зубов. Это будет какая-то чистка там с отбеливанием. В общем, посмотрим, что из этого получится. В принципе, я все равно, эффект какой-то будет, 100%. Поэтому ничего страшного. Так, еду я туда на автомобиле. Показывает, кстати, почему-то 18.04 прибытие. Это немножко поздно. Мне нужно там быть в 18.00. Но здесь образовалась вот такая пробка. Будем надеяться, что успеем. Так, по поводу еще лечения зубов в этой клинике. Ну, я там, естественно, за свой счет лечить ничего не буду. Только лишь по ДМС. Мне для примера там посчитали три коронки. Я чуть позже в этом же видео покажу, во сколько мы бы обошлись три коронки, если бы я принял решение лечить и делать их именно там. Ну, наверняка это не самые дорогие еще клиники, но цена тоже достаточно впечатлительная. Так, Москва-Сити здесь вот совсем недалеко. Еду я уже домой. Чистку зубов сделали. Убирали там и ультразвуком, и механическим путем там. В общем, сделали все. Сказали, в страховку входит полностью. Чистка полная. Кроме укрепления эмали. В принципе, что-то сделали. Реально зубы прям, ну, весь налет убрали. Причем убрали его со всех зубов. Прям стало хорошо. Очень даже прикольно. Процедура безболезненная, ничего там такого нет. Просто неприятно, как будто горсть песка в рот насыпали. Горького такого, горьковатого. И ты его сживал все это время. По времени чистка сама заняла, сам процесс чистки, где-то около получаса. 15 минут зашло на согласование. Ну, и полчаса ушло на саму чистку. Процедуру делал вообще первый раз в жизни. У меня еще спросила врач-продонтолог, типа, а вы вообще раньше сделали чистку? Я говорю, нет, не делала. Она такая, ну, значит, не требовалась. Ну, да, не требовалась. Она такая, ну, окей, значит, сделаете. Она говорит, все, будет окей. Вот. Самое еще интересное, что перед самой чисткой полностью там надевают шапочку, очки специальные, и сверху еще салфеткой. Ты вообще ничего не видишь абсолютно. Тебе закрывают зрение, перекрывают полностью. В рот вставляют такой, типа, расширитель какой-то, губ, что ли, чтобы оголить полностью зубы. Ну и все. Ничего такого сверхъестественного не было. Но вот чувствовал, как будто зубы твои крошатся просто и влетают в горло. Такой песок прям, который немножко, такое чувство, что дерет, что ли, горло. Вот. Впереди опасный час. Так, ладно, едем домой. Ну, как я и обещал ранее в видео, я показываю те счета, которые мне выставили в этой клинике. То есть, ну, опять же, они не обязательны к исполнению, не обязательно все это дело оплачивать. Это просто предложение по поводу моих зубов. Мне врач сказал, что у меня, смотрите, хронический период антит 24, 25, 26 и 44 зуба. Что это значит? Я так понял, что, ну, эти 4 зуба у меня без нерва. Три из них у меня потемнели. И, соответственно, она сказала, что на них нужно ставить коронки. Это вот это вот 24, 25, 26 и на 44 тоже желательно бы поставить. Подготовка под протезирование. Сразу показываю, сколько обойдется на эти 4 зуба. Со скидкой 73 260 рублей. Ну, то есть, видите, да, при ортодонтическом лечении аппаратура оплачивается в 100% размере и сумма за нее не возвращается. То есть, вот этот счет, как бы он действует месяц. Составление, вы видите, 27, 10, 24 года. И давайте сразу покажу. Счет номер 2. Это счет на коронки. Здесь вы можете увидеть, что есть два предложения. Вот это верхнее. Здесь у нас металлокерамика. И вот это нижнее. Это диоксид циркония. Вот верхняя 4 коронки. Получается, будет стоить 168 120. А если делать из диоксида циркония, то со скидкой 229 320. Также вы можете поставить на паузу и посмотреть цены. Вот эти вот раскладки, которые здесь нарисованы. Вот видите, там обезболивание, там визиограмма, временная пломба и так далее. Вот эти все цены вы можете посмотреть здесь и сравнить с другими клиниками. Ну, естественно, я думаю, что в других клиниках будет дешевле, потому что другие клиники, они... Ну, опять же, в которых, смотрите, с которыми сравнивать, они будут находиться явно не в центре Москвы и не рядом с Красной площадью, как вот эта клиника. Поэтому сравнивайте, смотрите. Ну, может быть, кому-то будет интересно делать и за эту цену. Вот такие вот цены на зубное протезирование в Москве.